Все хорошо, подписываются, знают, кто такой Дмитрий Чубашенко. Сколько человек на этот момент? 550. А, уже почти все. То есть, информируют людей о том, что можно подписывать только за одного кандидата, потому что по-другому аннулируются подписи. Мы были на юге, в Кагуле, в Камрате. И старт в Кишиневе был очень положительный, я считаю. Поэтому у людей только положительные эмоции. Значит, люди знакомятся с Дмитрием Алексеевичем, задают ему вопросы. Я думаю, что, несмотря на то, что времени очень мало, но на самом деле, скажем так, когда есть узнаваемость уже у меня, как у председателя партии, вообще в целом у нашей партии по всей стране, то, скажем так, идет очень легко, как по накатанной. Знаете, то есть, люди очень легко знакомятся с Дмитрием Чебошенко. Они интересуются даже те, кто с ним не знаком. Кто кандидат от нашей партии? Всем практически уже сегодня известна его автобиография. Его знают все как борцы с режимом. Поэтому люди, вне зависимости от национальности, с которыми мы разговаривали, ни у кого я не услышал, по крайней мере, за эти дни, никакого негатива, никаких провокаций, нигде ничего не было. Сегодня у нас выходной, я решила проявляться и вот сделать доброе дело. За справедливость, за Чебошенко. А что вы о нем знаете? Хороший человек, борется за правду, чтобы было, жилось всем людям в Бельцах и по республике нормально. Это самый такой представительный человек, который без коррупции, без всяких лишних, побочных явлений, понимаете? Человек, который ему доверяет народ. Народ доверяет, значит, он за порядочность, убрать всю коррупцию в Молдове. Ну что еще, за все хорошее? Только за нашу партию и ни за кого больше. Это достойная кандидатура, и к чему-то это может нашему хорошему привести, нашу жизнь улучшить. Я считаю, что это правильный выбор. Очень много людей сегодня пришло к нам и приходило, придут завтра еще к нам, будут оставлять свои голоса и подписи за нашего кандидата Дмитрия Чебошенко. Ну мы вот здесь находимся около часа, может быть чуть-чуть больше, и вот давайте посмотрим, сколько листов подписей конкретно не скажу. Ну вот здесь у нас 10 листов мы заполнили, грубо говоря, за час. Я бывший прокурор города этого, Рыбальченко моя, фамилия меня, все старые поколения тут знают. Но когда стала кандидатура вот товарища Чебошенко, я с удовольствием пришел, и мне почему-то пришел на память Гавил. Помните, как он сам был журналистом, ну в Чехии. Президенту ее избрали. Вот это. Да, очень толковый мужик, никто не верил, но он доказал, что журналисты тоже могут быть во главе государства. Понимаете? Когда месяц назад Рината Георгиевич предложил мне баллотироваться на пост президента от нашей партии, я согласился, но не то, что поставил условия, а сказал одну принципиальную вещь, что мы идем, ну не просто так, чтобы по принципу не догоню, так согреюсь, а чтобы действительно победить и чтобы сделать какие-то вещи реальные, которые изменят ситуацию в Молдове. Сейчас можно говорить там о геополитических векторах, о каких-то реформах в экономике, о том, о сём. Но все это не имеет смысла, пока сохраняется вот эта система. То есть они нас сейчас загнали всех, как в тюрьму, и вот хотят, чтобы мы там внутри этой тюрьмы какие-то реформы проводили. Мы должны сломать эту тюрьму, потому что люди уезжают. Молдова всё больше превращается в такой дом престарелых. Через 2-3 года, если не поменять эту систему, они вообще превратят нашу страну в кладбище, а нас всех в эмигрантов. Наша партия, это сильная партия, Рената Георгиевич, очень авторитетный и популярный политик в Молдове. Я политиком, если можно так сказать, работаю три недели, но я думаю, это дело наживное. Лучше не иметь того опыта воровства, лжи и обмана, которые есть у большинства нынешних политиков. Единственное, что я точно знаю, они там говорят, законный указ, незаконные о распуске парламента. Когда мы получим мандат избирателей на то, чтобы это сделать, то есть я даже не задумываясь подпишу указ о распуске парламента. Прохиндеи, которые каждый день выступают на телеканалах Плохотнюка, они на самом деле сейчас будут, идет пропаганда по мне, сейчас начнется по Чубашенко, что вот, юридически не может распустить парламент. Послушайте, человек, которого избрали более 50% в стране, который получил мандат и доверие большинства граждан Молдов вне зависимости от национальности, который выйдет обратиться к народу, скажет, уважаемые, дорогие соотечественники, я хочу вам дать то, чего вы хотите больше всего, досрочных парламентских выборов. Я уверен, что просто 50 тысяч человек будут на следующий день или в тот же день в Кишиневе, и они не смогут просто заглушить мнение народа. Сегодня вся эта пропаганда, вся эта промывка, которую они творят на телеканалах Плохотнюка. Да, у большинства людей, к сожалению, в селах, здесь речь больше идет о селах, у людей нет возможности смотреть другие каналы, тем те, которые им там диктуют и в том порядке, мол, телеком, который также контролирует Плохотнюк, и многое другое. Я прошу всех, потому что Бельцы очень активный город, в Бельцах ситуация совсем другая, в Бельцах все все прекрасно понимают, вы прекрасно понимаете, чего хотели добиться, когда показывали каждую яму в Бельцах на публике с утра до ночи, когда вместе с нашим Урфином Джусом Маху, они сидели, считали, сколько усатый был, сколько не был и так далее. Они говорят, то, что усатый был в командировке, это не считается, что он был на работе. Я говорю, подождите, я говорю, я не вылезаю с самолетов и поездок, они говорят, не, не, в командировке это как бы не считается рабочим. А как же это тогда считается? Ну, просто смешно. Вопрос в другом, дорогие мои. Мы, если надо, они будут, они там из этой же команды пишут, они готовят провокации на осень, проведем референдум по отставке усатого. Вы знаете, если они хотят, мы, советники от нашей партии, проголосуют за проведение референдума так, чтобы им закрыть рот уже один раз и навсегда, и тогда люди выскажутся. Поддерживают они эту идею, всю ту пропаганду, которую они творят или не поддерживают. Я согласен, по крайней мере, тех опросов, которые я получил данные, я еще раз за это вас хочу сердечно поблагодарить. Я видел в опросах цифру, что более 80% граждан будут против нашей отставки. Если вы решите, в Бельцах, бельчане решат, что хотят обратно симпатичного мафу, черного, белого, голубого, то это будет ваше право как бы сами решить. Поэтому мы идем вперед, мы не оглядываемся на мелкие провокации. Пожалуйста, доведите одну информацию до родственников. У каждого, у нас же Молдавия страна родственников. У всех есть сослуживцы, родственники, кумовья, друзья, ближайших населенных пунктов. У кого-то жена с севера или с юга. Ребята, нужно просто быть активным, информировать всех родственников о том, что реально происходит в стране. И я уверен, что мы очень быстро добьемся тех результатов, которые вы все ждете. Пока я вижу, что есть необходимость в том, что мы делаем, пока я вижу и чувствую вашу оценку, любовь и признание, у меня не было заднего хода. И поверьте, что режим Плохотнюка все равно кончен. У нас нет другого выхода. Спасибо. Вот сколько будет эта кампания выборочная. Владимир Георгиевич, мы вас поддерживаем, поддерживаем вас. Ребята, держите связь со старшим поколением. Мы никогда не поддерживаем. Главное, не бояться, идти только вперед и все, не надо сдаваться. Мы ничего не боимся. Спасибо.